С Новым Годом! Училка пишет, спасибо, двойка, не прокатила. Чувак, на что ты рассчитывал? Ты думал, сдав такую вот контрольную или домашку, или самостоятельную, получить что-нибудь нормальное? Хотя, если бы я был учителем, я поставил бы ему хотя бы пять с плюсом. Посмотри на пиджак. Окей. На волосы. Окей. На букву Ж. Жопа, ха-ха-ха-ха-ха. Отлично, просто супер прикол. Достойный моего канала. Пробуждение древнего зла. Не, вы знаете, мне кажется, если картинку перевернуть, будет гораздо круче. Ну, типа они летят куда-то. Джин, у тебя есть три желания. Я. Я хочу, чтобы у меня было четыре желания. Джин. Хорошо, теперь у тебя осталось три желания. Он такой. Окей. Я хочу, чтобы у меня было четыре желания. Джин. Хорошо, теперь у тебя опять осталось три желания. И так до бесконечности пока у Джину не поет крыша. Когда у тебя красивые друзья, а ты? Ты это просто ты. Ну и что, зато ты веселый, и неважно все остальное. Когда бухой батя взорвал корсар 12 в руках. Максим пишет и сказал, что так слабо? Мне кажется, тут бухой батя взорвал корсар 12 не в руках, а в зубах. Вы тоже видите трусы? Да, новогодние трусы, красота. Этот ребёнок понял жизнь. Сегодня мама дала мне 200 рублей. Ура! Деньги это самое главное, потому что без денег ты никто, Павел пишет. Написал Серёжка, 37 лет. Да вы знаете, многие люди с деньгами никто. Деньги это, конечно, круто, но это всё-таки не самое главное. Но это очень важно. Фото с семьёй. Батя явно недоволен. Блин, шикарное фото. И да, друзья, всем привет, меня зовут Макс, в этом ролике у нас с вами будут... Оп, что? Ни за что не угадаете. Может быть, интересные скетчи? Может быть, обзор на какие-нибудь фильмы, где я высказываю своё мнение? Или что-нибудь научно-популярное и познавательное? Нет, мы будем просто читать мему и угорать над ними. Патрик, это ты? Это мама Патрика. Макс Назаров пишет. Куда скидывать деньги на лечение? Кидай прямо на клавиатуру сверху. Деньги, салат туда можно вывалить оливье. И залить всё это газировкой. Когда не пройдут, жить и греться будем тут. Звонок не работает. Уходите. Я тот самый человек, который не блевал Новый год. Да-да, я существую. Ничего себе, я тоже не блевал Новый год. У меня дома никто не блевал Новый год, о господи, мы что, существуем? Великие озёра России. Что тебя ждёт в Новом году? Нэ, новые знакомства. И, интересные путешествия. Ха, хорошие люди. У, увлекательные события. Я, яркие эмоции. Ну, было бы замечательно, если бы так оно и было. Я. Мне, пожалуйста, маленькие попкорны, маленькую колу. Кассир в кино. С вас 1500 рублей. Мама прочитала в интернете, что если установить квадрат на полу, то кот обязательно туда сядет. Результат вы видите. Куда пишет, ну это же прямоугольник. А если нарисовать круг или треугольник? Или пентаграмму. Единственная яхта, которую я могу себе позволить. Яхту. Повод для зависти. Зато не в кредит и не пешком. Ох, я помню, у меня в году 12-м была примерно такая же машина. И я был счастлив просто вообще. А ещё я за несколько лет дружбы с такой машиной ни разу не помыл её и не менял резину. Ещё мне уважилась магнитола, и я подпирал её палкой. Когда приходишь на работу после праздников и не помнишь, чем ты вообще до этого занимался. В этом году мы купили 6-метровую ёлку и разрез заль её на две части. Соседи думают, что мы разобрали крышу. Куда пишет, застряло в текстурах. Дорогой Дед Мороз, как у тебя дела? Пишу тебе по поводу подарка. Если не сможешь мне подарить то, что я хочу, просто подари мне много денег. Я не обижусь. Андрей, 34 года. Буховик. Нет, друзья мои, на самом деле это не буховик. И он не упал пьяный в говно. Если посмотреть это с другой стороны, то мы увидим, что этот снеговик держит нашу землю, нашу планету на своих плечах. Возможно, он пытается немножко притормозить её движение таким образом. И спасти землю от столкновения со стероидом, например. Зачем ты на мне рисуешь? Себя бей, псих. Поиграем в прятки? Выключи музыку, мы на улице, дебил. Эх, если бы колонка могла такое говорить, это было бы замечательно. Мандариновая ёлочка. Только геймеры поймут. Друзья, наш мир это симуляция. Найди на фото будущую директрису. Я думаю, это будет несложно сделать. Наша любимая еда. Блин, можешь попробовать колпачки и заварить кипятки, они вкуснее будут? Ещё и соусом или с мазиком их лучше, во. Бой с ёлкой. И такая ёлка тоже в стойку встала. Я, правда, не так это может выглядеть, но, в общем, встала ёлка в стойку тоже, да. Зачем нам в школе медсестра, если её никогда нет на месте? Потому что медсестра в школе это самое главное. Она всё время бегает и всех лечит, поэтому никогда её нет на месте. Но это как бы не точно. Когда училка разбирает задачу, и ты типа тоже ломаешь голову, а сам там сидишь и думаешь о том, скорее бы закончился урок и пойти поиграть во что-нибудь. В какую-нибудь кс-очку. Если бога нет, то кто тогда берегает меня от серьёзных отношений? Кто-то пишет «Твое лицо». Так сбил себе режим сна, что походу проще переехать на несколько часовых поясов вперёд, чем лечь раньше пяти утра. Кстати, это хорошая идея. А можно в принципе всё время переезжать так, что всегда будет день и никогда не ложиться спать. Родители подарили айфон. Это круче айфона. Ну разве в айфоне есть фломастеры? Нету, а тут есть, поэтому это круче айфона. Диета. Спорт. Спорт. Диета. Спорт. Жрать. Самое долгое и интересное путешествие. Начинается со слов «Я знаю короткую дорогу». А может быть это статичная картинка, и на самом деле машина никуда не едет, она просто застряла и лежит там уже 30 лет, и её просто сфоткали. Кто играл? Ну ставьте лайк, кто играл. Я, кстати, в это ни разу не играл. Ааа, учёба! Хотя, братья, не увижу. Как могли. Когда весь дом рад подарку. И справа ещё батя на электрухе играет. Врубил свой гипсон леспол. В маршаловский ламповый усилитель. Шах и мат, блин! Сын, а можно без мата? Шах, блин! Кто-то пишет «Затем сын отправился в детдом». Блин, мне кажется, без мата моя озвучка тут не имеет никакого смысла. Ну и ладно. Закон шампуня. Хватает на неделю, хватает на месяц. Чё там? Чё-то очень древнее. 2018 год. Так прошло-то всего-то. Ой, какая милая собачка! Я кот. Охренел, что ли? Гав. Сначала она устроила мне истерику из-за того, что я назвал овощным салат из помидоров. Ведь помидор это ягода. Спустя какое-то время она попросила меня заскочить с работы в магазин и купить ей что-нибудь с ягодами. Естественно, я не мог упустить такое трололо и купил ей томатные пасты. Сказал, что это клубничное варенье. Егор пишет «Земля тебе асфальтом, друг». Ёлка, вид спереди, со стороны стены. Зачем со стороны стены не налепили сердечки эти? Или кружочки, что это? Непонятно. Кто-то из шаурмы. Боже, какой странный мемас. Кто-то из шаурмы. Вот и праздником конец. Кто не спился, молодец. О, я молодец, клёво. Где настоящая крыса? Ну, я вижу тут две крысы. А вы тоже дёргаетесь, когда начинаете засыпать? Типа упали куда-то или споткнулись? Бывает частенько. План дома моей мечты. Вон там прикольная студия есть. Видеозаписи с хромакеем, камерами, светом. Это было бы прикольно. Хотя, в принципе, я же просто сижу на диване и записываю на микрофон. Какая мне разница? Нахрен комнату. А вот ракета прикольная тогда. Опа, ёлку унесли. Ну, как бы всё, жди следующего года. Этот парень просто хотел прическу, как на видео. Но не учёл, что при паузе появляется кнопка плей на экране. Парикмахер сделал, как на видео. Ну и нормально, так даже моднее. Никто и не подумает, что это было случайно. А сегодня мы научимся выживать на 20к в месяц. Разве это магия? Ещё какая. Когда я устроился на первую работу в 2008 году, по-моему, или 7, я получал 16 тысяч в месяц. И ничего, как-то выживал. Снег плюс гирлянда равняется красота. Как вхожу в класс я, когда опоздал? Как входит учитель? Здарова, чёрти, звонка не слышали? Австралийские моменты. Тростниковые жабы едут на питоне, чтобы избежать наводнения. Кто-то пишет, это просто питон закупил продукт на Новый год. Нет, это он просто работает таксистом и подвозит жаб. На зимние каникулы я планировал встретиться со всеми, кого люблю. Оказалось, что больше всех я люблю. Оказалось, что больше всех я люблю лежать и нихрена не делать. Ты встретился с лежать и с нихрена не делать. Когда скушал все салатики. Нет, это беременный человек. Что стало причиной вашего расставания? Ложь. А именно, я его спросил, а тебе сахар в кофе положить? А он ответил, ложь. Кто-то пишет, пришлось прочитать раз пять, чтобы понять. Да, а я понял с первого раза. Новогодняя мечта девяностых. О, да. Боже, какая трогательная фотка. Просто у парня на лице столько счастья. Тот момент, когда зашел в КС 1.6. Это же 17 век. Да, и там все на шпагах сражаются и из мушкетов стреляют друг в друга. Это прогресс. Ничего себе. Наконец-то аниматоры поняли, что зайчики и мишки должны прикладывать, блин, телефон к уху, а не к щеке. Отличники. Перед учителями на самом деле. И у них из жопы торчат провода. А ты жалуешься, что тебе не подарили приставку? Блин, парни гениально придумали, кстати. Познавайся, у тебя тоже есть такая вешалка? У меня, блин, вся квартира одна большая вешалка. Потому что я пришел, махнул ногой одной, в одну сторону улетел кед, другой в другую. А куртка приземляется тоже куда-нибудь. Носки я утром собираю просто, не знаю, по всей комнате. Один там, другой здесь. Короче, что-то со мной емно не так. Отгадайте, что было потом. Ну, я думаю, потом училка показала ему тоже факт. А, ну да, еще выгнали из школы. Восстановил бы. Михаил пишет, это додж. Чарджер дайтона. Михаил пишет, это кинг из тачек. Он. Нервно потея. Звезды пошли на войну? Рустам пишет. Она. Мое любимое произведение, Муму. Он. Мое тоже. Она. Да? Ты тоже плакал, когда Герасим убил Муму? Он. Да, бедная корова. Когда я с друзьями? Когда я один. Ах ты, жадный ублюдок. Ладно, шучу. Ну, мем правда жизненный, да. Я тоже так делал. Когда-то давно. Морозная свежесть. Австралийскую телеведущую раскритиковали за вырез на платье подозрительной формы. Говорят, стыдно в таком платье читать новости. Это смотря какие новости. Нашим ведущим новостей в самый раз будет. Иван пишет, у нее для нас фиговые новости. Прокачал тачку. Когда в тетради к трем подрисовал палочку и получилось пять. Первый класс. У меня болит голова, но я все равно пойду в школу. Девятый класс. Мама, я уколол пальчик об кресло, а теперь я смертельно болен. Я ни за что не пойду в школу. А еще, мам, у меня депрессия похмели и от меня ушла Маша. Или Катя. Ну или какие там проблемы у девятиклассников, я уже не помню. То, что тебе нужно. Вы тоже так делаете? Конечно. Какой же дурак вставать-то будет? Проще тянуться через всю комнату, блин. Кое-как балансируя. Саня перфекционист пишет, что он доволен. Делал так? Да, только не себе, а кому-нибудь. Миссия выполнена. Давай, давай, до следующего года. Съесть меня решил? Не, он должен был так. Ты ко мне лезь думал? А ну иди сюда, ублюдок мать твою. Ну и дальше, в общем, по тексту. Гепарды проводят до восьми часов в одной позе. Я гепард, говорит девушка. Учителей не поймешь. Купите пластилин. На уроке кидается пластилином. Нет, ну так она же не написала, купите пластилин, чтобы кидаться на уроке. Спасибо бабушке. Зато тепло. А прикиньте, в будущем это станет модным. Просто хотели слепить снеговика. И тут понеслось. Императорский дворец, блин, ни хрена себе. 10 января 2019 год. Саша в школу пошел на уроки, а домой принес две двойки. Глянула мама в дневник, сказка закончилась вмиг. У меня всего один вопрос, как? Возможно, машина не заводилась, хозяин ее бросил, потому что это говно. Деревья росли и потихонечку поднимали машину. Родион тут не пробегал, говорит бабка. Кстати говоря, я как раз сейчас читаю преступление наказания, забавно. Главный волшебники Марвел. Я когда не готовился и получил 5. Наш новый год, суровий Хэллоуина. Блин, Дед Мороз какой-то совсем криповый. Инферальный, адовый, демонический, сатанинский, злой, страшный, кошмарный, мрачный, отвратительный, бедственный, как чума. Ну, короче, вы поняли, мне он не понравился. Пилот сажает самолет. Боже, какая наркоманская картиночка. И да, друзья, всем привет, меня зовут Макс. В этом ролике у нас с вами будут мемасы. Вы ходите в цирк? Часто? Иногда? Нет? Я в нем живу. Кто-то пишет. Каждый день в школу хожу. Да что ты знаешь о везении? Это просто лимон в броне. Удобненько. Главное, резко не поворачивать и не тормозить, а то песик съедет. Иди займись чем-то полезным. Я. Ты не видишь, я спасай мир от потопа. Нет, он просто режет воду на кусочки, чтобы раздать всем ровные кусочки воды. Это святой Соник. С каждым твоим лайком он прощает тебе один грех. Но посмотрите, сколько лайков на этом ролике. Столько грехов вам и простит святой Соник. Но я не уверен, что это сработает. Но по крайней мере это сработает и вы поставите мне лайк. Ставьте лайк. Ну пожалуйста. Когда в споре заканчиваются аргументы? И в ход идут контраргументы? Нет, у котика наверху у первого кончатся аргументы. Он показал язык. А тот второй дал ему по щам. Что с ним? Все плохо, каникулы закончились. Тачки существуют. Математика. Куда пишет, лучше бы это сжег. Нет, не подумайте, что я против образования. А ведь без образования мы все погрузимся в мракобесие. Ну просто картинка смешная. Лучше бы бухалка, как все на рыбалке. А у тебя, блин, рыботящий муж. Ниссун. Ну типа, который все в дом несет. Если вы засовывали свой палец в эту дырку, то вы знаете, что такое боль. Я даже туда язык засовывать пытался. Точнее нет, у меня друг засовывал язык и мне рассказывал, да. Снеговиков больше не левать. О, еще один буховик. Красиво ждать автобуса не запретишь. Холодные закуски, а ты что подумал? Это где такое дают, интересно. Прикиньте, вы в школе идете на завтрак, а у вас там просто огурцы. Или на обед. Вообще интересно, огурцами можно наесться? Сколько их надо съесть, чтобы сытым стать? Не врей, что не воровал их, пока мама готовила салат. Я обычно ворую салат, пока мама готовит салат. Нога затекла? Господи, еще одна шиза. Пролистываем, пока я не отупил в конец. Как рисуют птиц? Художники, любители, элита. Мне кажется, внизу картинка больше похожа на задницу. Ну, это, возможно, мое воспаленное обображение строит в сознании задницу. А так ты такая же птичка, да? Конец каникул, школа, я. О боже, смысловая нагрузка мема тоже зашкаливает. Стоимость бесплатного питания составляет 45 рублей. Как ускупать кошку? Первое. Тщательно почистите унитаз. Второе. Поднимите крышку и добавьте в воду шампунь. Третье. Поймайте и успокойте кошку, пока вы несете ее в туалет. Четвертое. Быстрым движением поместите кошку в унитаз, закройте крышку и встаньте сверху. На крышку, так она же сломается. Пятое. Кошка сама взобьет мыльную пену. Шестое. Смойте воду 3-4 раза, это обеспечит эффективное полоскание. Седьмое. Пусть кто-нибудь откроет дверь, а вы отбегите как можно дальше от туалета, одновременно откинув крышку унитаза. Восьмое. Чистая кошка валит это с туалета и просохнет на открытом воздухе. Я боюсь, что после такого купания месть будет страшна. Кот не насыт тебе в тапки или на кровати или там еще куда. Он сделает это прям в рот тебе за такое, пока ты будешь спать. Терпеть не могу эту фигню. На самом деле, эта фигня очень вкусная, если есть ее с чем-то. Так вот, само по себе, конечно, это не очень прикольно. А с мясом вообще идеально идет. Кто-то явно переиграл в Dark Souls. Сосновик. Это он счастливый, то что его в ту кучу снеговичьих трупов, склеенных друг с другом, сросшихся, не засунули. Так выглядит ревность. Посмотрите, у котика внизу рыжие усы. Ну, типа усы нарисованные. Как я черту другу в тетради, как он мне отомстил. Смотрите, они на рисунках полезут друг другу в глаза. Они ладошками держат друг другу глазные яблоки. Господи, что это за ученики? Миленькая подставка. И так сойдет. Не, ну а че, видно же, да и нормально. Может у него тачка с автопилотом вообще? Это Тесла. Злостный нарушитель. А прикиньте, у них в законодательстве в этой стране, перед самым страшным преступлением, допустим, перед убийством висит. Не повесь сумку на место зонтика, а потом уже не убей, не укради. Реакция мозга на разные виды удовольствия. Спишь, слушаешь музыку, набирает сообщение. Смотря кто, опять же. Не получается отковырять мороженое? Нагрейте ложку в микроволновке. Кто-то пишет. О, блюда, мать твою, какого хрена? Кто курит, тот лох. Вот это хороший мем. А вот это я прям вот за. Кто курит, тот лох. А че, нет что ли? Тратить бабки на то, чтобы быстрее сдохнуть. Это вообще как называется? Когда не учил, действуй по этим правилам. Первое. Делай вид, что чем-то занят. Второе. Не смотри училки в глаза. Третье. Не разговаривай. Четвертое. Не шевелись. Пятое. Притворись мебелью. Реально работает? Еще можно притвориться мертвым. Че уставился? Дверцу быстро закрыл? Окей, листаем дальше. Сегодня в метро услышал разговор двух девочек. Ты в каком классе? В третьем. О, а я в четвертом. У вас там такая жесть ждет. Рядом сидела девочка постарше. До девятого доучитесь, вот там ждет действительно жесть. В разговор вклинилась я. В вуз поступите и узнаете, что такое настоящие проблемы. Рядом со мной женщина. До студенчества лучшая пора. Вот устроитесь на работу. Там уже познаете ад. Ее перебила ее дочка. Нет, ад это садик. Вы представляете? Там заставляют спать. Ладно, если честно, объективно понять, какое время было самое лучшее, можно будет только в старости. Когда тебе будет уже лет 70, и вспоминая свою прошлую жизнь, ты сможешь примерно прикинуть, в каком же возрасте тебе больше всего понравилось. Потому что все познается в сравнении. Пара-пара-пам. Минутка мудрости от Макса Максимова. Как тебя зовут? Соня. А полное имя? Панасоник. Тимур Слива пишет. Как тебя зовут? Филипп. А полное имя? Филиппс. Гениальный стартап. Вынесем вашу елку. Снимем украшения и уложим их в вашей коробке. Уберем мусор. Оставленный новогодней красавицей. Вынесем елку быстро и аккуратно. К сожалению, этот стартап может приносить деньги только очень маленькое количество времени в году. Ррр. Я хищник, бойся меня. Да, да, конечно, конечно. Сколько бы ни было мне лет, все равно буду любить мульты. Ну только такие, которые я могу смотреть в любом возрасте. Потому что вот эта вот фигня, типа, давайте поможем Даше отыскать треугольник? Ну кто это будет смотреть, блин, в здравом уме-то? Мне нравятся плохие парни, а ты слишком правильный. Да что ты скажешь на это? Блин, чувак, да ты реально злостный нарушитель. Это еще даже хуже, чем повесить сумку на место для зонтика. И даже хуже, чем, блин, перелить колу в баночку от Пепси. Сын, ты что, Кирилл? Нет, это друзья Кирилля, я просто рядом Толян. Ты пишешь, когда оба обкирились? Капец. Официально объявляю этот мем самым тупым мемом, который я когда-либо видел. Самым наркоманским мемом. Отличная гирлянда, и за это количество платить не надо. Только мало, надо котиков 5-8 прицепить к елке и будет нормально сиять. Тайная жизнь крышки бензобака. Пабло пишет, жирненький Бэтмен. Очень бюджетный навигатор, к сожалению, неговорящий. У меня когда была восьмерка, у меня тоже были такие навигаторы. Я с котом ехал, я себе рисовал примерно карту, так же подписывал и ехал. Ох, во времена-то были. Чума, голод, война, смерть, понедельник. Едем в трамп-бункт. Давай, 120 метров в час разгонись, лыжнику будет весело. Это так мило. Даже чистить зубы, наверное, перехотелось, да? У тебя спросят, что у тебя такие зубы грязные? Ты такой, ну там зубная паста так мило обнимал зубную щетку, я не мог их разлучать. Давай, Санек, сейчас самый ответственный момент, ты справишься. За светофором остановите. Котый пишет, я однажды побоялся сказать и теперь живу в Казахстане. Когда училка в классе, вышла на 5 минут. Кажется, я превращаюсь в Квитверда. Утро, день, вечер, ночь. В США мужчина подал в суд на Макдональдс, потому что не почувствовал себя счастливым после того, как съел хэппи-мил. Счастливое детство. Беспилотник Тесла сбил российского робота в Лос-Анджелесе. Кто-то пишет, автоботы против дусаптиконов. Не сожрал целую пачку за день? Повзрослел. У меня горит словей, который верит в гороскопы. То есть ты мне сейчас на серьёзных щах втираешь, что веришь в то, что водород из межзвёздных облаков миллиарды лет под воздействием гравитации формировался в звёзды в определённых местах, чтобы предсказать, посрать тебе сегодня или нет? Саша пишет. Сразу видно, что написал какой-то лев. Не, гороскоп это мракобесие. В гороскопы верят только те, кто в этом не разобрался. Хотя, в принципе, если не разбираться ни в чём как следует, можно в чё угодно верить. Даже в то, что когда бьёт молния, это Зевс гневается. А когда разберёшься и поймёшь природу явления, сразу понимаешь, что не гневается там никакой Зевс. Смотрю телевизор с мамой, там начинаю целоваться, делаю вид, что в телефоне кто-то написал. Ходишь с мамой по магазинам, зашёл в примерочную. Мам, задвинь занавеску. Да кто тут у тебя смотрит? Мама зашла в ванную без спроса. Мам, блин, выйди. Да что я там не видела? Друзья, я Макс Максимов, и я работаю писателем. Вышла моя новая книга под названием «Инверсия жизни». Книга в жанре фантастика-хоррор. Продаётся она во всех книжных магазинах. Если вы уже читали какие-нибудь мои книги, то оставьте своё мнение о них в комментариях. Ссылка на книжку «Инверсия жизни» будет в описании под этим видео. Спасибо за просмотр. Если вы не подписаны, то подписывайтесь и нажмите на колокольчик. Тогда завтра вам придёт уведомление, и мы с вами снова окажемся здесь и будем смотреть мемы. Всё, ребятки, всем пока-пока.